Благотворительный фонд наследия Вятки представляет Бог нас никогда не оставляет, Его оставляем мы 6 июля совершается празднование Владимирской иконы Божьей Матери Чудотворный образ, который особенно любим и почитаем всем русским народам В 70 километрах от Кирова есть село Илгань, в котором находится храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери В 91 году так получилась судьба, что я переехала сюда, село Илгань Я приехала с Урала, по объявлениям прочитала в сельской нове, что работник культуры нужен по образованию, я культурный работник, музыкант И с удивлением ходила, смотрела и все удивлялось, что такой большой храм и никто им не занимается Ну как, зарос деревьями Мы с ребятишками ходили, там над гробья смотрели Мне хотелось узнать, сколько лет деревни, чтобы работала в Доме культуры И чтобы, ну, день деревни организовать, что-то грандиозное Поисковые работы хотела начать, чтобы вот что-то было связано с историей И мы несколько раз пытались восстанавливать храм И вот в 13-м году решили обкосить храм, чтобы вокруг него ходить и молиться по праздникам Вот отец Константин, представляете, как в 61-м году закрыли Сделали склад удобрений Сторожевая башня была от пожара Никто за этим зданием не следил, все рушилось Здесь были горы кирпича Это был зимний храм Здесь было тепло зимой, были здесь службы Это предел Митрофана Воронежского Это Василия Великого А там главный храм, в честь кого назван Владимирской Божьей Матери Отец Константин, посмотрите сюда Божья Матерь на нас смотрит И через столько лет она своим взглядом вдохновляет на восстановление этого храма Субтитры создавал DimaTorzok Четыре раза уже приезжал Владыка Марк Когда он наши руины увидел И Богоматерь, которая фреска Он сказал, это нужно восстановить И с Божьей помощью он к нам приезжает Даже не предупреждая, а просто заедет, посмотрит Что работы идут, и у него, видно, душа радуется И он нас благословляет на труд У нас в деревне очень много дачников Приходят, помогают А когда в следующий раз будем работать А можно ли нам еще раз прийти? Да пожалуйста А Александр, помощник, он из Кирова приезжает И в том году вот они купол делали Мы с моим троюродным братом Николаем Проявили свою инициативу И решили помочь людям, которым не безразлична судьба данной церкви Так как церковь строится на пожертвования практически У церкви мало денег Все стоит дорого Вот ведь вопрос не в деньгах, а в душевном покое Я думаю, что если мы таким образом поможем Соответственно нам это все равно, да, зачтется Я думаю, это возрождение нравственности все равно Все равно, все равно как-то это оказывает влияние И тут ведь раньше они в храм ходили Когда не восстанавливали Пили вино, водку, бутылки валяли, сбили тут В общем, оскверняли храм ходили Сейчас ведь не ходят, не оскверняют И не выдирают у нас ни цветочки, ничего И где-то и сами придут, когда прижмет Все мы ведь пока не прижмет, то не верим А как прижмет, то все верят, начинают На кого больше надеяться Пруд, он разделяет село Илгань Где стоит церковь, храм Владимирской иконы Божьей Матери И деревню, деревню Пунгину, которая уже находится на другом берегу пруда Мы с вами находимся на месте, где в 30-е годы Где-то до 50-х годов 20-го века Стоял дом священников Флоровых Которые были настоятелями храма В селе Илгань И отец Алексей Флоров, он был настоятелем храма в конце 19-го и начале 20-го века А его сын Александр Алексеевич Флоров, он был настоятелем храма в начале 20-го века И затем до 30-х годов 20-го века И они оба увлекались садоводством Выписывали редкие породы растений Там орешник, вот кедр здесь посажен был Клены, липы И очень редкие цветы по тем временам Оранжевые лилии, вот даже помнят люди Полосами, вот широкими полосами вдоль дорог садили акации, сирень И вот это вот было такое необычное для тех времен Такое украшение здешних мест Вот, и отец Александр, вот его много раз арестовывали в 20-х, в 30-х годах И в один из арестов его лишили жилья Жилье отдали, ну, как бы местным жителям И когда он вернулся, он уже доживал свою жизнь, значит, по домам у прихожан У бывших прихожан, которые в очередь кормили и содержали своего батюшка И в конце 30-х годов он простудился и умер, и похоронен на местном кладбище В общем, как бы вот сейчас люди хотят, здешние жители хотят восстановить память о нем И вот сделать здесь ухоженное место такое, как бы все вычистить Сделать парк имени Флоровых Его просто очень уважали, поэтому хотят восстановить это место в честь памяти его, да? Его авторитет в здешних местах был очень высок Перед каждым богослужением, праздником, панихидой Звонит колокол и сообщает прихожанам, что нужно идти в церковь Что нужно оставить все свои бренные дела и подумать о своей душе Что душа, это все-таки немаловажно для сегодняшний день Что наша страна и наши приоритеты уже ничто не значат И что нужно уже время, пришло такое, подумать о душе А колокол нам напоминает об этом Потому что колокол, это олицетворение веры Призывает нас, объединяет нас этот звон колокольный В паспорте написано место рождения село Илгань Я родилась, когда церковь уже была закрыта И все детство мое прошло возле развалин этой церкви Конечно, хотелось как-то что-то сделать для того, чтобы эту красоту сохранить Восстановление храмов для нашего поколения Это прекрасная возможность принести плоды покаяния Зримые плоды покаяния В отличие от, может быть, наших отцов и дедов Которые и верили, например, как бабушка моя Она была очень верующая Очень верующая, но она не могла сделать что-то такое конкретное Да, 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 да Было ужасное вот это вот время, когда преследование и все Конечно, нужно восстанавливать всем миром Деревни сейчас опустились Здесь был приход Вот в начале века здесь жило более пяти тысяч жителей А сейчас, ну вот, шестьсот с небольшим Батюшка, я приехала сюда по приглашению Галины Алексеевны Посмотреть храм, который был украшением в свое время округи Ну и плюс, потому что я в свое время через интернет узнала об этом храме Узнала о его восстановлении Ну и по мере сил Помогаете Да, да, да Ольга Васильевна одна из наших благодетелей Она с полуострова Ямал, из города Надыма Вот нашла нас в интернете И поскольку у нас один из пределов был Василия Великого А Ольга Васильевна и сын Василий То они как-то прикипели к нашему храму Вот, и очень помогают нам И их трудами, и их пожертвованиями Написана икона для храма, икона святителя Василия Вот, и, конечно, она еще и собирала сама для нас деньги И вот, как бы, конечно, это такой весомый очень вклад был для нас И вообще мы очень благодарны, конечно Очень благодарны всем людям, которые не являются жителями села Но вот откуда-то узнали о нашем храме И некоторые помогают даже регулярно А просто преклоняюсь, конечно, перед этими людьми Хочется вот сделать низкий поклон И вот сказать, что мы Вас не забываем Мы, когда читаем Акафист еженедельно Мы поминаем о здравии вот всех наших благодетелей Ну, пожертвования дело такое очень благое, спасительное Потому что, когда человек помогает восстанавливать храм Он ведь, как бы, в свою сокровищницу кладет такое Такой драгоценный дар, который ему потом поможет Когда он окажется уже пред Богом на суде Надо вот почитать Акафист Вот неохота уходить, пока не прочитаем Дожидаем Хоть и работы дома много, но вот Уйти сейчас, нет Вот прочитаем, тогда можно Многие говорят, вот приду в храм, поработаю, и мне легче становится А Акафист вот раньше читали, но читали, читали, пели, пели там А потом, когда до меня, до сознания моего дошло О чем мы читаем Потому что я как светский человек Ну, не могла понять А теперь я это все-то осознаю Я купила книгу такую, именно, вот, Богородица И какие чудеса, и где она являлась И какие чудеса совершаются Я все к ней подхожу, думаю Ты вот еще одно чудо совершаешь Вот восстанавливаться твой храм Божий И я об этом не могу Как будто она хочет, что ее дом в таком состоянии Нужно нам помочь, чтобы храм восстановился Радуйся, причистая От иконы твоей милости нам источающая Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного Родителей моих Сродников, начальников, наставников Благодетелей святого храма сего Святейшего патриарха Кирилла Митрополита Марка Ирея Стефана Протеерия Дмитрия Протеерия Николая Протеерия Михаила Протеерия Михаила Иоанна Днила Валентина Алексея Лидию Любовь Любовь Ольгу Галину Валентину 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 Раису Болящую Иоанну Елену Галину С чадами Алексея Николая Людмилу Иерея Константин Анаталию С чадами Андрея Андрея Михаила Сергия Антона Анатолия Геннадия Младенцев Романа И Сергия Татьяну Андрею Евгению Игуменю Софию Иннокеню Севастьяну Схимонахиню Анатолию Сергия Любовь Фатиню Ксению Николая Валентину 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 Раису Нину Нину Лидию Галину Галину Ирину Любовь Алексея Вячеслава Максима Юлию Татьяну Татьяну Галину Нину Людмилу Андрея Илью Данила Илью Воина Данила Болящего Никиту Марию Фатиню С чадами Наталью С чадами Ирину Людмилу Тамару Тамару Аллу И Анну Младенца Еву Тамару Серафиму Екатерину Валентину Антонину Юрия Вячеслава Андрея Михаила Сергия Димитрия Димитрия Егора Григория Артемия Александра